Михаил Александрович Угрубель родился в 1856 году. Несмотря на раннее увлечение живописью, он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако, окончив его, не оставил мечты о рисовании и вновь сел за студенческую скамью, на этот раз Императорской академии художеств. В первое время Угрубель увлекался акварельным рисунком и станковой живописью, но в 1890 году наконец нашел свой стиль. Он сочетал в себе элементы символизма и модерна, исконорусского искусства и венецианского возрождения. Талант художника оказался не менее многогранным. Угрубелю были подвластны практически все виды пластических искусств. Ему с одинаковым успехом удавалось создавать не только живописные полотна, но и монументальное панно, театральные декорации, костюмы. Сюжет картины «Царевна-Лебедь» навеян оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», поставленной по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Живописец занимался оформлением спектакля, а его жена Надежда Ивановна Забелла исполняла в спектакле главную партию. Познакомились с супруги Рубль также в театре. Михаил Александрович влюбился в актрису практически сразу. Он посещал все репетиции и спектакли Надежды, боготвоил ее, восхищался природной красотой и вокалом, поговаривая шутку «Все певицы поют, как птицы, а Надя – как человек». Жена была его настоящей музой. Рубль бесконечно рисовал ее портреты, представлял на своих полотнах в образе различных персонажей, она же фигурирует на знаменитой картине «Царевна-лебедь». Тем не менее, реально существующий прототип героини не должен вводить в заблуждение. На холсте не актриса в театральном костюме, а обобщенный образец красоты в ее высшей степени проявления. Персонажи Грубеля всегда находятся на грани реального мира и фантазии. Вот и здесь художник запечатлел таинство перевоплощения прекрасной девы в птицу. Белые одежды плавно перетекают в оперение. Динамика картины выстраивается на противоборстве внутренней напряженности образа, и кажущейся его внешней статичности. Осторожный поворот корпуса и головы противопоставляет соседе взгляда, в котором чувствуется мимолетность мгновений и трогательная беззащитность. В воздушности и хрупкость героини подчеркнута свободными формами ее наряда. Надо сказать, что во времена модерна в дамском костюме еще активно фигурировали корсеты, которые были настолько неудобны, что впивались в ноги, когда женщина присаживалась. Именно поэтому летящийся улыб в платье так притягателен. Особенного внимания заслуживает роскошный венец-какошник. Украшающие его драгоценные камни переливаются и сияют холодным таинственным светом, подчеркивая неземную красоту героини. Калорий картины основан на жемчужно-серых, переливающихся оттенках, одинаково эффектно передающих и мерцания драгоценных коней в головном уборе героини, и приглушенный блеск ее атласного наряда, на котором виднеются золотистые и розоватые рефлексы вечернего света. Пейзаж на заднем плане условен. В качестве фона Рубль использовал собственные декорации к спектаклю. Относительно темный дальний план и притихшее влать моря усиливают таинственность. Единственный фрагмент полотна, изображенный в теплых тонах, это виднеющийся на горизонте город Леденец. Еще один интересный момент связан с трактовкой образа лебедя в мировом искусстве. В русской культуре эта птица – символ вдохновения и чистоты, а в европейской часто выступает олицетворением чертовщины. Например, на картинах Яринема Босха изображенные лебеди отождествлялись с сиритиками, а совы – с инквизицией. Понимание образа в Рубльевской царевной также неоднозначно. Сама по себе девушка восхитительна и чиста. Чарующая и манящая красота белой и сверкающей одежды, но взгляд у нее довольно тяжелый, а смоляно-черные волосы не вписываются в общепризнанный идеал женской красоты. Субтитры создавал DimaTorzok